Ребята, всем доброе-доброе утро! У нас начинается новый влог с вами. Я сейчас иду в библиотеку относить книги. Да, ну-ра, я до нее дойду, наконец-таки. Ну, мы ждали, знаете, когда последнюю книжку дочитаем. Вроде все прочли. В этот раз возьму побольше. Сашка сказала, бери по максимуму. 15 книг, как положено. Сейчас посмотрю. Главное, чтобы картинки еще красочные были. Потому что любит картинки, она разглядывается сама, вы знаете, эту историю придумывать по картинкам. Не читать любит именно книги. Любит, когда я ей читаю. Сама читает неохотно, но больше любит разглядывать картинки и придумать какие-то истории. В общем, развивать воображение у ребенка. У нас сегодня такая замечательная погода. И вроде пасмурно, но вот там где-то вдалеке, видите, проглядывает солнышко. На улице 6 градусов плюс. Вот парк по-прежнему у нас стоит еще желто-зеленый. И вот такая вот у нас погодка. Пошли вместе с вами в библиотеке. Вот это вот взрослая библиотека. Разные дополнительные тут идут кружки. Работает у нас библиотека взрослая и детская с 12 до 21 по воскресеньям до 20 часов. Проходили тут как-то мимо с Сашулькой и разные кружки. Взрослая, например, там и рисование проводит. И игра на гитаре была. Ну, детская тоже очень интересная. Тоже на первом этаже разные. И баблет у них есть. Видите, такие вот, так сказать, на любой. Вот там кто-то рисует, по-моему. Смотрите. О, рисование для взрослых. О, я бы тоже сходила. Я бы тоже сходила. Смотрите, там рисуют. Пенсионерка стоит. Женщина, прям шнепельная тоже сходить. Что из себя представляет библиотека? Вот можно раздеться. Да нет, там где-то рисовали. Вот мне вот разная информация. Да не пойдем, пойдем. Сейчас у нас с вами на второй этаж. Ну, сюда. Книги сходим и наблюем новые. Все чистенько, аккуратно. Так, смотрите, какие интересные, ура, новые книги. Чача в лесу. Вот совсем для маленьких. Смотрите, какие листрации красивые. Пчелка Майя. Еще много очень разных книг. Библиотека очень классная у нас. Ну что, иду я с библиотеки, набрала книг. Сейчас приду домой, вам покажу. В этот раз взяла по максимуму. То есть до 15 я взяла 15. И больше бы взяла. Ребята, честное слово, прям глаза разбегаются. Такие все красочные книги. И интересные, и современные. Там не только. Там есть, конечно, и старые, знаете, наши советские книги. Тоже без картинок. Но так как у меня Сашка любит с картинками, я взяла все такие, знаете, более-менее с картинками, чтобы можно было рассматривать. Может быть, потом она, когда станет немножко повзрослее, уже дойдет до того, что самое главное это содержание, а не картинки. Но пока она вот любит рассматривать. Вот наша зеленая сумка в деле. Фух, тяжелая. Тяжелые книги. Сейчас добегу домой. Кстати, кому интересно, вот вам покажу, как выглядят вот эти вот карточки, которые нам дали. Единый читательный билет. Вот Елена написана и Александра. Я могу как и взрослый библиотек ходить, так и в детскую. С этой стороны у нас тут штрих-код. Читательский билет. Вот во всех городских, смотрите, публичных библиотеках я не знала. Книги на дом сроком до 30 дней. Вот Департамент культуры города Москвы. Многие из вас уже мне давно писали, что купать не стоит. В общем, сходи в библиотеку. Знаете, я как-то, ну, как-то, знаете, скептически, честно, относилась к библиотеке. Думаю, что там старье какое-то. Ну, все-таки вот решила сходить и не зря я не пожалела. Спасибо вам огромное. Тем более у нас библиотека только-только, в общем, свеженькая такая. После ремонта новые книги завозят, закупку делают, кто-то приносит. В общем, прям супер. Классно. Так что сейчас я приду домой и вам покажу, что я взяла. Кому интересно, тоже возьмите на вооружение. Деткам так вот сходить вообще классно. Там даже можно с детьми посидеть, почитать, поиграть. Там шашки, шахматы, все есть. И ребенок тоже может книжку взять и там же и почитать. Посмотрите картинки. Я тебя не вижу, дочь. Мам, я тут козлайнику вернулась, но я тебе могу. А, вижу. Я тут свою комнату смотрю у тебя, ищу. Что-то вот так вот сходила. Магазин, библиотеку, и все, ребята, устала. А мне сейчас еще в одно место ехать по делам. Вот. Кушь, наверное, буду попозже. Так, через полчаса опять уезжаю. Но книги я вам сейчас покажу. Ой, еле донесла. Гранит науки. Ну, не совсем, конечно, науки, но все равно. Ой, так. Я даже не знала, какой-то Понарошкина. Подвиг кота Гаврила. Алексей Шевченко пишет. Посмотрите, какие красочные, какие красивые книги. Ну, все вам я не буду показывать. Вот это вот «Пираты кошачьего моря». Очень популярная на Валдеберсе серия. То есть как детективные, что ли, они получаются. Вот две дела книги. Новый год там вовсю. Новогодняя почта. Добро пожаловать. Вот еще каникулы Бонифаций. Это что-то из нашего детства. А, это про это, про Льва. Да. Прикольно. Вот потерянное рождественское письмо. Вот про Мишку. У нас есть серия «Дома». Сашка очень любит новогодний переполох. А вот таких вот сказок мы не читали про него. Кони и незнакомец. Тоже про кони. Послушай, я здесь. Тоже классные картинки. Супер-пупер поросенок. Маруся маленькая хозяйка. Это в том, как девочка хозяйничала вот дома. Да. Такие красивые картинки. Тоже очень. Новый год в волшебном лесу. То, что у них там стенд уже с Новым годом. Я набрала, конечно, новогодних книжек побольше. «Волчонок встречает Новый год». Тоже красивая очень книга. Такая вот она красочная. Вот. Смотри, тут как раньше. В библиотеках номерочки наклеены. Они знаете, как сканируют? У них есть вот этот. Они по этому штрих-коду сканируют. И в карточку вот в твою вносят все. Если они открывают карточку, начинают сканировать. В общем, можно... Покупать не нужно, да? Да. Можно не ждать, например, когда ты все почитаешь. Там прочитал, там пять книг отнес, и еще какие-нибудь сразу взял. То есть вот так вот. Не ждать. Сашулечка сразу раз. Да, вот ей конь очень нравится. Вот конь идет в бассейн, мы читали. А сейчас вот новую взял. Он будет, конечно, мне понравилось. В общем, до конца ноября далее. Будем читать, смотреть. Но мы быстро читаем, поэтому... На неделю. Ну, конечно. Ну, что тут читать-то? Две книжки или три в день уже прочел. Они вот маленькие. Все. Валдересе заказала на гидрогелевые шарики. Представляете? Все. Они не надуваются уже у нас. Неделю уже стоят. Не знаю, надо вот их в туалет пустить. У них, видимо, какой-то все-таки срок годности существует. Все. Они мягкие такие вот, но они уже маленькие. Отслужили свой срок. И Сашка будет новый эксперимент делать. Она любит играться в них. Поэтому это мы сейчас благополучно сольем в унитаз. А новый зальем. Хватит. Хватит? Давай побольше. Давай. Те-то много. Половинку. Хватит мне. Ну, и что тут осталось-то? Все ссыпаем. Все? Все. Все. Будет нам счастье. Сейчас только тепленькую водичку надо налить. А-а-а. Хорошей. Ты льешь, деньки. Можно я сам? Давай. Сейчас? Хватит? Ну, сейчас чуть-чуть побольше налей. И все. Вечером они уже должны надуться хорошенечко. Хватит. Перелей. Твердые. Твердые пока. Все. Ну, давай я поставлю сюда. Ты сейчас зацепится за пальчик тебе какой-нибудь. И не надуться. Все, отлично. Жди. Скоро вырастут. Смотрите, какие у нас красивые шарики надулись. Гидрогелевые. Прям тактильно очень-очень приятно. Новый день. Мы пришли гулять в Севпарк. И посмотрите, сколько тут уток. Они просто голодные. Они все к нам плывут. Как увидели, что мы открываем хлеб. Ты подальше кинь. Видишь, они крякают. Просят у тебя. Вы голодные, да? Котя такие, они упитанные. Кусают друг друга, щипят. Ох. Мама, смотри. Дайте-ка мне попробовать. Они щипятся? Да, чуть-чуть. Ты щипишься? А, нет. Вот это да. Ручная утка. Еще. На. Ой, давай. Вот развлечение-то ребенку. Утку с рук покажет. Можно я ее погладу? Не надо. Погладить не надо. Она подумает, что ты ее захочешь забрать. Вот это да. Вот это да. Смотрите, какой у нас листья убирает. Они ходят, сдувают их. А потом вот это вот все будут убирать мешки специальные. Послушайте, ребята, у нас где-то так холодно. Пора уже шапку одевать. Я как-то уже в шапке ходила. Вроде жарковато. А сейчас вот когда гуляем, двигаемся мало. Вот. И без шапки как-то прохладненько, я вам скажу. Надо двигаться. Пока там Сашка с Димой кормят уточек. Я хожу, стараюсь двигаться. Вот еще можно капюшон, кстати, одеть. Ой. Листвы уже. Смотрите, сколько листьев. Что-то я не вижу красных кленов. Как-то, помнится, они были. Мы собирали с детства кленовые листья. Ну, искали красивые, более-менее. Такие. Вот, например, такой. И проглаживали утюгом. То есть тряпочку клали, проглаживали утюгом. Он становился прям такой ровненький, гладенький. И мог стоять долго. Как, знаете, гербарий засушенный. Вот. А мы тут с Сашулечкой не проглаживали, ничего. Просто принесли, поставили в вазу. И они у нас засохли и сжухались. Так вот. Так что, кто хочет сохранить кленовые листочки, надо приглаживать. Ты что, листочки собираешь? Нет, я рассказываю, как я в детстве с мамой собирала листочки. Мы их... Этим, как его, утюгом проглаживали. А мы просто брали альбом для рисования. И, по-моему, у нас скотч приклеивали и закрывали. Ну, можно не обязательно львом, старую книгу какую-нибудь. Но мы в старую книгу маленькие листочки другие клали, а кленовые мы приглаживали утюгом. А у нас даже в школе было задание. Не помню, по какому предмету. Надо было разные листочки собрать, название подписать. А ты будешь кушать с руки, нет? Будет. Ой, ты мне не клюнешь? Ну, не клюнет. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай тебя. Клюнь его, клюнь. А он не пахнет. Ой, баба. Ты сейчас кинула. У нас новая локация, ребята. Идите ко мне, папа, покушай. Им надо прям батон целый покушать. Да мы взяли то, что было, и то последний. Ага, давай сейчас. Смотрите. Это, знаете, как рыбки вот эти вот, пираник какие-то, когда бросаешь мясо, да? Давай, да. Побольше. Раскачать тебя? Нет. Ну, давай, так, смотри, в короче, скачай. Теперь я. Давай. Вечером мы пошли погулять в парк. Погода просто замечательная. Тепло. И людей столько много гуляет. Прям вообще красота. Утки плавают, подсветка, красиво. Дима туда ушли с Сашулькой на мостик. А вон он накатывается, видите, на самокате. Вот я здесь стою. Вот так вот подышать морским. Ой, морским. Все, у меня уже море. Вечерним воздухом морским. Можно и мне? Так, можно ли я покачать? Ой, ты меня покачаешь? Или всех у нас? О, тут светло с подсветкой. Хороший качать, да? Классный, да. Интересно, не тут всю ночь светится? Тут светло, там темно. Вот Сашка. Папка наша. Садись. Давай, подвигайся. Поподобни сюда. Давай, подвигайся. Как старые добрые времена. Ничего не напоминает? Сейчас такая Анапа. Так, вот, знаете, такая. И включаем, да? Когда мы по-нафиле гуляли, там, накачиваются. И включаем море. Ой, как хорошо. Как хорошо. Давайте я тоже слезу. Слушай, меня начинает укачивать. Когда я качаюсь. Видно? Нет? Кого? Нет, не видно. Пар. Тут еще один пруд. Тут каскад прудов. В детстве мы с этой горки катались на санках, либо на ледянках. В общем, кто на чем гораст. Это была самая страшная горка, потому что она очень такая пологая, крутая. Я очень боялась даже на попе здесь кататься. Так вот сейчас смотришь, с точки зрения взрослого человека, так вроде ничего страшного нет. А когда маленькая была, мне казалось, что ничего страшнее этой горки не существует. Ну, привет. У нас свой салон красоты. Знакомьтесь. Это я. Александра. Барикмахер. Клиент Дмитрий. Уши ему только не отстриги. Ой. Давай. Вы прям сюда бы хотели? Подставили бы что-нибудь? Да, я сейчас пропорисуюся. Ой. Сашка, молодец. Ой. Ой, все. И так пойдет. Ну, все. Все, пожалуй. Хватит. А дай сейчас задим. Саш, ты ему клоками подстрижешь сейчас. Ну, что, пускай, стриги, стриги. Ты ему давай какой-нибудь вот вначале вот тут какой-нибудь красивый чулочек такой сделай. Ой. Ухо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы не верим ни в какие предметы, предрассудки, да? Отлично погуляли, сходили в парк, да? Погуляли отлично, и я даже на самокате прыгаю стильно, и по мостику прошлись. И покатались на качельках, и людей в парке очень-очень много, несмотря на то, что поздно, да? Ещё утки ещё не спят. И утки даже не спали, вы представляете? В общем, мы отлично прогулялись, и гуляли-то недолго, минут, наверное, 40 прошлись, пришли домой, поужинали. В общем, время свободное осталось, и мы решили подстричь нашего папу. Мы хотели с вами попрощаться, поблагодарить вас за комментарии, которые вы оставили под предыдущим видео, колоссальная от вас поддержка. Спасибо вам огромное. Вот честно, я была очень тронута искренне, было очень-очень мне приятно. Действительно, вот мне нужна была вот эта вот поддержка, ваше понимание, ваше сообщение. Вот мне как-то вот даже вот, вот прям даже легче стало, честно сказать, на душе. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы такие искренние, положительные, отзывчивые, добрые. Посылаем вам лучики тепла, ну а мы с вами на сегодня прощаемся, да? До скорых встреч! Всем пока! Всем пока-пока! 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 Подписывайтесь на наш канал, хотел сказать. Да, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем пока-пока!